и снова всем привет на канале Олег Нестеров Брест и сегодня мы ведем свой репортаж опять вернее снова от нашего офиса по которому уже все соскучились мы сегодня ожидаем клиента которого я уже вам показывал совсем недавно будем делать дверку там и что еще там по мелочам всякая разная но на улице небольшой ветерок поэтому мы сейчас перейдем в офис там я расскажу анекдот но анекдот такой тоже с бородой но прикольный первый раз я ржал вообще не могу короче блин картина маслом сидят на берегу океана да эти два придурка то Робинзон Крузо с этим с пятницей сидят короче ну все скучно блин ну никого же на острове сидят Робинзон такой говорит пятница пятница будешь курить да нет не буду люди говорят вредно курить кто говорит вот так вот стримануло да нормальный такой анекдот я думаю вам понравилось ну съемочку с побережья озера мичиган мы продолжим чуть чуть позже свет вчера там потух короче все пропало нахрен как у негра задница а будем делать сегодня вот эту вот дверку машинка еще не подъехала ну и после машинки нам надо срочно заняться машиной дяди Васи это машина ауди сто да надо ее делать потому что скоро тетя Вася повесить дядю Олежу за колокольчики у меня вот такое дурное предчувствие уже это да кстати дядю Вася я наверное приглашу на наш слет в качестве компенсации за его такое вот мужественно что он выдержал этот год думаю до весны все-таки мы сделаем справим годовщину пребывания в нашем гараже ой дядя Вася не слышит мне главное чтобы тетя Вася не услышала да ну ладно так что за все его мучения поддержим скажем Вася ты молодец ты стойко выдержал этот год ну уже на машине будет кататься дядя Вася тетю Вася успокоит нормально ну и теперь немножко серьезно как бы поступает много предложений много поправок по проведению слета поступают поправки по логотипам на машины чтобы люди могли на трассе друг друга узнавать кто едет на слет допустим остановился там нужду справиться сзади едет машина хоп наш ловимся ну и все будем общаться по зло рации то есть берем с собой планшетники берем с собой андроиды телефоны да где-то в регионе закупили карточку на пару машин если вы там соединились карточки закупили они стоят недорого и вы будете все время на связи то есть либо со мной либо с другими участниками движения и когда уже заедете в Белоруссию тоже карточку взяли и будете со мной на связи то есть мой телефон будут знать все чтобы отзвониться но как бы я боюсь что народу будет много не дозвониться будет да но ближе к теме мы это все продумаем и у некоторых еще есть рация ну стационарно вы знаете как в такси большая рация на рации я потом объявлю канал там дальнобой 15 по моему или ну канал я потом скажу еще поправлю и будете по этому каналу искать друг друга по крайней мере если зло у вас не получилось взять к любому дальнобою подошли у которого стационарная рация и поговорили дальнобои уже скорее всего будут в курсе потому что это все таки наши люди и люди это дружные любой из дальнобоев вам поможет любого дальнобоя вы можете поймать у любой кафешки то есть это все все люди будут знать то есть на большой рации я вам скажу канал на котором будут в курсе люди про наше движение и будете собираться найдем способ как собраться ничего то есть мало того что маршруты мы все огласим все будут знать по какому кто маршрут уедет ну как то так понедельник вторник еще раз повторяю я узнаю точные расценки на наше мероприятие и будем потихоньку до конца февраля мы все места должны скупить вот так то есть ограничено будет 500 человек может быть еще соточку добавим да там ограничено будет 500 человек так что торопитесь быстро это все делайте решайте для себя едете вы не едете чтобы это было точно потому что вот за два дня еще толком еще цен нету потому что 37 или 38 человек народ быстро поступать но я не считаю жен детей еще люди едут много едет семьями так что если кто-то сомневается кому-то жена говорит что ты там куда да не бойтесь берите жену езжайте много едет людей кто едет с детьми и много людей кто едет с женой детьми да то есть многие останутся здесь на дальнейшее время провождения отпуска ну будет интересно это не сомневайтесь ну а мы приступим к темы дня к теме дня дядя Олежа уже заговаривается итак угадали заставка пошли ну как бы в начале темы я немножко скажу как бы вчера на форум заходил там человек есть 124 мэр скупил для ремонта да ну и делает его как бы форум я залазил человек грамотные как бы руки на месте то есть видео я посмотрел как бы видео хорошо смотрится но разобрав он машину свою разбирал он суппорт и походу увидел что у него арки сгнили там еще где-то там сгнило да ну и он там меня ругает типа вот спасибо я не леший дебил такой блин посоветовал мне такой говно купить ничего тут не заработаешь сразу хочу его успокоить вы знали что вы берете я не говорил что взять машину купить ее и продать да ну это можно на рынке также заняться кофточку взял купил продал нет то есть машину действительно вы берете у вас два варианта какими работами вы будете заниматься гнилую машину делать или битую да если машина выглядит снаружи хорошая и цена маленькая ясно что она гнилая правильно то есть вам надо уже готовиться к тому что вы ее будете варить то есть я там совсем не обижаюсь на человека что он там меня так и сказал то есть это вполне адекватная реакция человек просто на меня разозлился вот хотел купить ляльку а купил вот такое но хочу его сразу успокоить посмотрите зайдите на форум там он есть по-моему где-то в верхних рядах что-то по 124 мэрс у меня у самого 124 мэрс тоже вывалилась балка как бы заварил и езжу а вот у него там совсем отвлекли а у него там просто локальные дырочки которые легко варят варятся и все это восстановится то есть ничего там сложного сделаешь потренируешься еще благодарить будешь так что не знаю посмотрите может кто ему морально поможет не так-то у него там все и страшно ну а мы дожидаемся клиента клиент уже позвонил уже на подлете так что мы с вами начинаем ремонт автомобиля вот этой двери я что-то забыл какая машина ну еще тут вот по ходу пока общались да на рации там услышал кроме рации будет еще я логотип выставлю у себя на канале то есть маечки вы сами можете себе сделать то есть вас будут узнавать если вы будете идти маечки с логотипом где-то в кафешке лето вас будут узнавать буду знать что вы едете на слет а на машине тоже сзади не обязательно это будет наклейка такая полоска можно это и на бумаге как бы сделать красиво логотип нанести мне в любой типографии в любом фото ателье да сделать и то есть уже будет на заднем стекле она будет видно что эта машина идет с вернее на слет то есть ну и так будете друг друга узнавать то есть ничего сложного все это мы найдемся все маршруты будут известны все будет организовано так что никто не переживайте никого не потеряем ну вот как видно план работ машинку мы немножко сполоснули бампера разобрали эти штучки снимаются их достаточно будет легко сделать снятыми здесь вот внизу двери достаточно такой нехороший залом сейчас мы попробуем с него сначала начать выпрямить и будем подтягивать нет сначала нам надо вот эту вмятину чуть-чуть отдавить снять напряжение останови это время останови это время хотя бы на миг я все так же тебе верю и верил знаешь ведь я не просто к тебе привык знаешь ведь я не просто к тебе привык выпросив тебя у неба все что было я забыл я уплыл далеко и вернусь навряд ли в твоих объятиях как в открытом океане и ночами утопая звездах в этих чистых водах отражается космос задал вопросы я на все отвечу по млечному пути пусть это будет длиться вечно моя вселенная разрывается на части пока чьи-то чувства разбирают на запчасти боже я так счастлив спасибо что услышал я буду оберегать этот подарок свыше на месте короче не получается дверку сделать сейчас будем мы снимать на стол поставим посмотрим как лучше будет нам подлезть и наверное будем уже прибегать к обратному молотку ну вот как видно дверка сняли мы попробовали с той стороны не идет она здесь чуть выровняли сейчас зачистим это место чтобы можно было приварить молоток дверка уже деланная шпаклевка отходит тут смятина у нас длинная но ровная плоскость не кривая поэтому мы сделаем чуть чуть больше площадь вытягивания то есть приваримся вот так и тянуть будем уже за этот уголок но это такая стрёмная потому что полоску не нашли стоит и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 металл не играет как бы и не торчит это уже хорошо но как бы вроде бы она ровная вроде ямки небольшие на ощупь но на всю плоскость это ощутимо то есть вот у нас уже ушел килограмм шпаклевки но это то что мы намазали еще будет стираться еще будет равняться то есть блин еще уйдет то есть ну как бы другого варианта нету это не страшно что много шпаклевки уйдет то есть слой здесь небольшой где-то по 2 максимум где-то 3 миллиметра внутри миллиметра тоже нормальный слой но он по всей плоскости и по всей плоскости получается что это конечно много ну ничего страшного сегодня мы на сегодня мы как бы закончим ремонт завтра дядя то ли придет разберет дверь то есть мы поторопились полностью мы не разобрали то есть надо еще вытащить стекло потому что бортики там тоже кантик подбить немножко ну и в понедельник придем покажем как это все еще шпателем длинным поработать как поработать рубанком то есть урок будет хороший ну конечно мучение вот такую плоскость делать так что не думайте что только у вас так не получается я уже тоже устал уже тоже хочу домой и вот так руку поднимаем пошла на все нафиг домой поедем отдыхать завтра я сниму обращение наверное со своей женой джонам подписчиков чтобы они не волновались и понедельник вторник но понедельник будет урок по дверке может быть вторника вторник среда где-то я все-таки выберусь и съезжу в тур агентство где сниму и может быть уже мы узнаем цену нашего слета и будем резко резко все записываться готовьтесь собирать чемоданы до августа не так много и осталось ну на сегодня все а напоследок анекдот не так а напоследок анекдот так лучше да но анекдот такой встречаются два мужика короче ну давно не виделись один горит ну чё пить-то будешь не не буду я бросил помнишь прошлое лето ну да а я нет вот такой анекдот ну еще один анекдот такой напоследок вот вспомнил короче в психушке да все сидят ну столовой телевизор смотрят а один сидит такой новости идут по телевизору а один сидит и после каждой новости хорошо что я в психушке опять там какая-то новость хорошо что я в психушке сзади два доктора сидят один такой блин этого уже пора выписывать такой анекдот анекдот